Привет! Это серия видеоуроков по практическому использованию искусственного интеллекта в личной жизни. Конкретно в этом видео мы с вами разберемся, как мы с помощью ChatGPT можем глубже разбираться, например, в крипторынке, находить перспективные для себя проекты и минимизировать риски при инвестировании. Давайте начнем. Прежде чем начать работать с ChatGPT, необходимо его правильно настроить. Сначала мы выберем модель ChatGPT. В данном случае я буду использовать стандартную модель ChatGPT 4O. Почему 4O? Потому что у нее есть функция поиска и у нее есть функция возможности выгрузить туда различные графики, изображения, которые я буду брать с сайта CoinMarketplace. Также нам необходимо в других версиях, к сожалению, такой возможности нет. Также нам необходимо для начала настроить ChatGPT, то есть ввести в него необходимые пользовательские инструкции, для того, чтобы ChatGPT точно отвечал на те запросы, которые нам необходимы. То есть мы, грубо говоря, вводим роль ChatGPT, чтобы он стал профессиональным криптоинвестором. Все пользовательские инструкции я буду брать со своего телеграм-канала. Ссылка на телеграм-канал, если что, находится под этим видео. Значит, у меня здесь есть пользовательская инструкция для криптотрейдера-инвестора. Что я делаю? Я выбираю два блока, то есть нам необходимо ввести, кем ChatGPT в данный момент должен быть. И второй был блок, как бы мы хотели, чтобы ChatGPT отвечал на наши вопросы. Соответственно, эти два блока есть в моем телеграм-канале, ссылка находится под этим видео. И вообще все промты, которые я буду использовать в данном видео, они есть в моем телеграм-канале. Плюс здесь есть огромная база знаний, больше 250 различных образов для ChatGPT. Это не обязательно криптоинвестор, это предприниматель, маркетолог, фрилансер, специализирующийся на определенном, например, на дизайне, на маркетинге, на SMM. И все эти образы вы, соответственно, можете получить в телеграм-канале. Ссылка находится под этим видео. Плюс собрана база из больше, чем 10 тысяч различных промптов, грубо говоря, на все случаи жизни. Значит, я ввожу второй раздел, как бы я хотел, чтобы ChatGPT мне отвечал и все. То есть промпты я использую на английском языке, так как ChatGPT лучше понимает именно английский язык. И все, я сохраняю. Отлично. Теперь мой ChatGPT является экспертом в области криптоиндустрии. Значит, мне необходимо только сейчас выбрать тот проект, который я бы хотел, например, анализировать. Значит, я возьму из своего кошелька проект, в котором я сейчас сомневаюсь. Это проект в данный момент SUI. Если посмотреть, средняя цена покупки у меня около 70 центов. Сейчас этот проект SUI торгуется в районе 3 доллара 80 центов. Я уже продал половину монет. Я уже забрал, грубо говоря, свои вложения. Теперь я не знаю. То есть я их продал в районе 2 долларов, когда SUI стоил. И теперь я не знаю, что мне делать с оставшейся половиной. То есть продавать сейчас, либо, может быть, дождаться еще определенного момента и заработать еще больше. Поэтому я бы хотел у ChatGPT как раз с ChatGPT посоветоваться на эту тему. Провести такой базовый анализ, либо, может быть, какой-то более глубокий анализ для того, чтобы определиться, что мне делать дальше. Я думаю, каждый криптоинвестор на начальном этапе думает, что ему купить. А во-вторых, когда он купил то, что начинает расти, он думает, блин, мне продавать сейчас, либо мне, соответственно, подождать еще чуть дольше. Поэтому я бы хотел вот как раз с ChatGPT разобраться с этим вопросом. Давайте немножко увеличу ChatGPT, чтобы нам была более ясная большая картина. Начнем мы с простого инструмента. То есть я возьму период, например, вот месячный период и годовой период. Сделаю два снимка и отправлю, соответственно, в ChatGPT эти снимки и попрошу ему рассказать, что вообще здесь происходит. Вот, добавил два снимка, месячный и годовой период. И я бы хотел узнать вообще, что происходит с этими графиками. Как он увидит, как он поймет вот эту вот страницу, которую он в данный момент видит. И он мне рассказывает, что на предоставленных скриншотах отображается информация о криптовалюте Suisse, с сайта CoinMarketCap. Например, вот ключевые моменты. Текущая цена, рост цены за год. То есть он сейчас прочитал тот снимок, который, соответственно, мы ему отправили. Те снимки, которые мы ему отправили. И он нам дает базовые характеристики. Уже по этим базовым характеристикам можно прочитать все, что вот здесь вот находится. В более, мне кажется, удобном формате. Но нас это не интересует. Например, мы решаем сейчас, да, стоит нам вот это вот Sui покупать или нет. Мы хотим для начала узнать более общую информацию об этом проекте. Для этого мы задаем несколько простых вопросов. Для начала мы бы хотели просто узнать, да, что такое вообще это Sui и в чем его особенность. Я думаю, что на таком примере будет интереснее рассказывать, чем на каком-нибудь заезженном примере типа Bitcoin. Значит, смотрите, он нам дает информацию, что такое Sui. Это нативный токен блокчейна Sui, который разработан для обеспечения высокой скорости, масштабированности, удобства для разработчиков. Был создан такой-то компанией, в которую входят бывшие инженеры Meta, Facebook, запрещенный в России, кстати. Ранее работавший над проектом Libra. Вот ключевые аспекты и особенности. То есть он нам полностью рассказывает ключевые особенности токена проекта Sui. Вот смотрите, продолжает рассказывать потенциальные перспективы. То есть он уже дает, то есть он уже нас ознакомливает для того, чтобы мы лучше понимали, о чем этот в данном случае криптопроект. И уже даже овладев вот эту вот информацию, нам придется искать эту информацию в интернете. Дальше мы можем задавать ему уточняющий вопрос. Например, как распределяется токен Sui между командами, фондами и пользователями. То есть сейчас он нам расскажет о принципах работы экосистемы и принципах распределения токенов. Когда мы выбираем какой-то криптопроект, мы должны, соответственно, понимать, кто туда вложился, понимать, как будут распределены токены. И, соответственно, в данном случае, вот когда цена достаточно сильно поднялась, мы должны уже анализировать, да, когда там будут, например, разлоки те же самые. И он мне сообщает, что фонды получили 50% от общего количества, инвесторы получили 20%, команда получила 14%, публичное распределение 6%. Ранние контрибьюторы 9%. Соответственно, рассказывает про механизм распределения, про роль распределения в экосистеме и делает такое базовое заключение по этой теме, что Sui нацелено на обеспечение устойчивого роста блокчейна, сбалансировав интересы разработчиков, инвесторов и пользователей. Это позволяет Sui развиваться в качестве масштабируемой платформы для Web3 и децентрализованных приложений. Окей, значит, это такая, знаете, общая информация. Мы можем узнавать ее, как бы, для общего развития. Но нас, например, интересует, что нам сейчас делать, покупать или не покупать. Давайте спросим у ChatGPT, по какой цене покупали Sui фонды и ранние инвесторы. Но этой информации, скорее всего, нет в базах самого ChatGPT, поэтому я рекомендую вам воспользоваться поиском. То есть, он сейчас должен найти в интернете информацию о том, по какой цене покупали Sui фонды и ранние инвесторы. Мы включаем, соответственно, поиск по интернету, в интернете. И он нам уже ищет информацию, что 24 апреля 2023 года на бирже Bybit и Кубкоин и ОКХ цена была за 10 центов за токен. Объем привлеченных инвестиций был, соответственно, столько-то. Здесь был 24 апреля 2023 года 3 цента за токен и было разблокировано 100% токенов, было привлечено 750 тысяч долларов на каждой из бирж. Дальше он говорит, что вот еще здесь по 10 центов за токен было куплено. И то есть, мы видим, что и ранние инвесторы инвестировали в этот криптопроект и получили, соответственно, токены по цене в 10 и в 3 доллара за токен. Да, это уже немножко нас должно напрягать. Если цена сейчас стоит в районе там 3 долларов, а кто-то его покупал по 10 центов, либо по 3 даже цента, то, скорее всего, эти люди уже неплохо так заработали. И здесь встает вопрос, что они сейчас делают. Возможно, это был такой рост для того, чтобы нам все это в будущем продать как раз по те самые 3 доллара, а не ждать каких-то там 10 долларов в будущем. То есть, я у него сейчас опять хочу уточнить. То есть, сейчас у тех, кто участвовал в раундах серии А и Б, сколько иксов и прибыли они получили. Соответственно, он говорит, что текущая цена составляет 3,8 долларов. Соответственно, эти ребята получили уже больше 126 иксов. То есть, их капитал увеличился в 126 раз. Те, кто покупал, соответственно, по 10 центов, их капитал увеличился до 38 раз. Это уже много достаточно. Да, здесь нет 1000 иксов, но 126 раз. Представьте, да, вы купили там на 1000 долларов и получили сейчас в 126 тысяч долларов. Это достаточно большая сумма. То есть, эти цифры меня уже... То есть, я не искал эту всю информацию в интернете. Буквально за несколько секунд с вами все это нашли в интернете, используя поиск отчат GPT. Плюс мы проанализировали и эти цифры уже должны мне давать некий сигнал. Не сигнал не о том, что, возможно, это вырастет еще сильнее. Сигнал о том, что, скорее всего, это уже какой-то, может быть, пик роста. И чтобы сохранить там свои деньги и не потерять ту прибыль, которую ты получил, может быть, стоит уже сейчас это все продавать. Хорошо, давайте пойдем дальше и спросим, зададим еще несколько вопросов в чат GPT. Например, мы хотим узнать, какие сейчас объемы в СУИ происходят за 24 часа. И как это влияет на ликвидность. Он тут же нам говорит, что за предоставленных скриншотах видно, что 24-часовой объем торгов в СУИ составляет 1 биллиард долларов. Вот ключевые... Триллион долларов, получается. Нет, миллион, да? 1 миллион долларов. Вот ключевые аспекты влияния этого показателя на ликвидность. То есть, что означает объем торгов, какие объемы торгов влияют на ликвидность в сравнении с другими криптовалютами, какие биржи обеспечивают основной объем. И, соответственно, он подробно на каждый из вопросов нам отвечает. Мы у него хотим также узнать, какие риски существуют для криптовалюты СУИ. И он нам также эти риски расписывает на характеристики. То есть, это какие-то технические риски, экономические риски, рыночные риски, риски в работе экосистемы, то есть, недостаточное развитие экосистемы, регулирование зависимости от бирж, конкуренция, ценовая волатильность, избыточная инфляция токенов, фундаментальные риски, психологические риски. То есть, он нам по каждому этапу показывает, какие в данный момент риски существуют вот именно конкретно для данного, для этого проекта. Я думаю, если бы мы самостоятельно искали всю эту информацию где-нибудь в интернете либо его изучали, у нас бы на это ушло огромное количество времени. Здесь нам он буквально по каждому нашему запросу дает подробный ответ. Следующее. Мы, например, хотим получить какие-то базовые основы технического анализа ЧАДЖИ-5. Я у него для этого спрашиваю, какие уровни поддержки и сопротивления можно выделить для СУИ. И он уже проанализировав наши графики, которые я ему скинул, То есть, он говорит, что сейчас цена 3,79, исторический максимум 3,93, исторический минимум 36 центов. Уровни сопротивления. То есть, он нам показывает, что 3,9 это исторический максимум, 4,4,10 это психологический барьер и 4,5, 4,77, 75. Если цена преодолеет в отметку в 4 доллара, может стать следующей целью. Уровни поддержки это 3,6, 3,4, 3,3, 2,8, 2,8. Технический анализ трендовой линии СУИ находится в сильном. То есть, нам даже не нужно использовать какие-то дополнительные инструменты. Нам ЧАДЖИ-5 полностью все это говорит. Высокий объем наблюдается в зоне 3,8, 3,5, 3,8, что подтверждает значимость этих уровней. Пробой в 3,93 и закрепление в 4 доллара откроет дорогу к 4,5. Если цена падает, снижение до 3,6 может привести к тестированию уровня 3,4. Пробой 3,3 станет сигналом для возможного перехода к медвежьему тренду. То есть, видите, мы здесь на основе этих данных видим, что да, сейчас у этого проекта такие-то показатели, но какой-то перспективы большого развития он в данный момент не видит. То есть, он на основе технического анализа выдает нам вот эту информацию. Но мы, например, нам этого мало. Мы все еще сопротивляемся. Мы все еще не уверены. Мы думаем, что он будет там расти. Давайте спросим у ЧАДЖИ-5, чтобы он поискал в интернете, какие нереальные сценарии закладывают инвесторы по СУИ. И, соответственно, он нам уже начинает искать информацию в интернете, что нереальные сценарии, например, 50 и 100 долларов за токен, такие ожидания часто основаны на спекуляциях, и учитывают фундаментальные показатели проекта. То есть, он нам говорит, что нереальные показатели в интернете он видит, соответственно, следующие. Также мы можем попросить его найти в интернете, какие ожидания у людей, то есть, что ждут люди по этому проекту. И здесь он пишет, что люди, соответственно, ждут рост стоимости токена, достичь уровня 4-5 долларов, основываясь на текущих рыночных показателях, долгосрочные прогнозы, что может превысить 10 долларов, но при условии успешного развития экосистемы, привлечения дополнительных разработчиков, партнерства, интеграции, технологические улучшения, рыночные позиции, регулирование, регуляторные аспекты. Кажется, что проект будет соблюдать международные регуляторные стандарты, чтобы повысить уровень доверия со стороны институциональных инвесторов. То есть, видите, мы также не стали искать в интернете сами эту информацию, мы попросили учать GPT поискать в источниках, то есть, он нам дает также источники, где, соответственно, есть те ссылки на те статьи, которые он нам говорит по поводу того или иного показателя. Мы можем не уточнить, например, какие проекты уже в данный момент работают на SUI, мы можем уточнить у него вопросы, связанные с рисками, мы можем уточнить у него вопросы, связанные с развитием проекта. И финальным намерным вопросом после проведения всех этих анализов я у него спрошу. Смотри, я покупал SUI, когда он стоил 0,7 долларов, потом половину продал по средней цене в 1,7 долларов. Что ты посоветуешь или порекомендуешь мне сделать с оставшейся половиной? Продавать или держать? Принятие решения о том, продавать или держать, зависит от ваших инвестиционных целей, терпимости к рискам и текущей рыночной ситуации. Оценка вашей прибыли. Вы купили SUI по 0,7, продали по средней цене 1,7, что принесло 142% прибыли за проданные токены. Это хороший результат, так как вы купили инвестиции и получили прибыль. Остаток токенов можно рассматривать как бесплатный актив, поскольку изначально инвестиции уже возвращены. В принципе, я такой позиции придерживаюсь. Текущая рыночная ситуация. Сейчас 3,7, тренд демонстрирует восходящий тренд, но цена приближается к уровню сопротивления. Это может быть признаком возможной коррекции. Объем торгов высокий, что свидетельствует о ликвидности, но также может привлекать и спекулянтов. Краткосрочная цель, если вы хотите зафиксировать больше прибыли, чем ожидает коррекцию, возможно имеет смысл сейчас продать токены сейчас. Долгосрочная цель, если вы верите в перспективы проекта и готовы держать токены на случай дальнейшего роста, оставьте их в портфеле. Продать часть сейчас, 50% оставшихся токенов, то есть он мне тут же показывает возможные стратегии, которые могут в данный момент происходить. Например, для долгосрочного роста, в случае продолжения роста вы упустите часть возможной прибыли. Держать оставшиеся токены, преимущество, участвовать в потенциальном дальнейшем росте, используйте токен для стейкинга, если хотите, получите дополнительный доход. Но смотрите, здесь рост не такой большой, он ожидает риски падения цены, особенно если рынок начнет коррекцию. Зафиксируйте всю прибыль, особенно на текущем высоком достаточно уровне цены, исключите риски падения цены. Если цена продолжит расти, вы не сможете получить дополнительную прибыль. Рекомендация. Учитывая ваши предыдущие действия, продать еще 25% 50% от оставшихся токенов сейчас, чтобы зафиксировать прибыль на текущем уровне. Остальное на долгосрочную перспективу, если вы уверите в успех экосистемы SUI. То есть видите, он нам даже расписал подробный сценарий, что дальше может произойти, какие риски мы несем. И здесь уже каждый из нас должен сам, сам принять решение, что ему делать в дальнейшем, как он должен, как он будет инвестировать и работать, соответственно, с тем, что у него есть в портфеле. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно посмотрите другие мои видео, связанные с искусственным интеллектом. Мы здесь не про криптовалюту, мы здесь про искусственный интеллект. Ссылка на телеграм-канал находится в первом закрепленном сообщении, либо в описании. Переходите, получайте все промпты, которые мы использовали в данном видео. С вами был Грязуевич. Обязательно поставьте «нравится», лайк, поставьте, и подпишитесь на канал. Пока!